Главное спортивное событие этого лета, бесспорно, чемпионат мира по футболу. Пожалуй, самый яркий момент, который запомнился всем россиянам, победа над сборной Испании. К сожалению, Иваново не в числе городов-организаторов. Несмотря на это, жители текстильного края внимательно следят за мундиалем. Успех российских спортсменов праздновали всей страной. Последний раз такое воодушевление от игры наших футболистов было 10 лет назад, после победы над Голландией на чемпионате Европы. Кстати, тогда же в полуфинале Россия уступила испанцам со счетом 3-0. Теперь же «Красная фурия» даже не вышла в четвертьфинал. Очень интересно, победа над Испанией – это большое достижение. В принципе, думаю, больше такого в ближайшем будущем ждать не придется. А что вы думаете по поводу предстоящего матча с Хорватией? Я думаю, наши, к сожалению, проиграют. Наших, думаю, больше уже не хватит. Эмоции, конечно, просто супер. Не ожидала, что наша команда может так здорово играть. Ну, вообще, они молодцы. Все их ругали, ругали, а они взяли и сделали испанцев. Вышли в одну четверть финала, это впервые. Благодарим нашего тренера, благодарим сборную Россию, благодарим, в общем, всех, кто принимает участие в этом. Упорством взяли. Очень хорош Черчесов. Вот Черчесову прям респект абсолютно. Он заставил их бегать, он заставил их стараться. Матч с Хорватией. Ну, мне кажется, один-один-то у них точно будет. Ну, я так думаю, потому что один-один были с испанцами, а потом они все-таки выиграли. Поэтому тут удивляться, в принципе, уже нечему будет. В этом году хотя бы наша команда, так сказать, не позорит Россию перед всем миром. Хотя бы себя дома, они себя играют пока хорошо. Чемпионат этого года для России особенный. Во-первых, он впервые проводится в нашей стране. Во-вторых, отечественная сборная никогда еще не забиралась так высоко по турнирной таблице. Мундиаль заставил обратить на себя внимание даже тех, кто далек от футбольных баталий. Не смотрел очень много лет, но тут решил посмотреть и очень был удивлен. Наша игра, ну, игра наших ребят. Очень порадовали. Надеюсь, выйдем в одну-вторую, и выйдем в финал, и победим. Испания заведомо была сильнее. Та тактика, которая была выбрана, я считаю, была единственной правильной и возможной, точнее, в этой ситуации, когда Испания играет на большой поляне, так скажем, в мини-футбол, мини-футбол. Отобрать мяч у испанцев невозможно. В любом случае, владение за ними. Зон создавать нельзя было, поэтому все закономерно. Мне кажется, выбор тактики был определен. Пенальти, это же такая серия пенальти, она же удача, можно сказать. Поэтому нам, может, повезло, но я кинфеев, молодец. Все думали, что проиграем, проиграем. Выиграли. Ну, молодцы, хорошо сыграли, прям классно. Вообще, тут у Ивана вообще все гудело. Вы гудели вместе со всем городом? Да, да, все кричали, бибикали на машинах, вообще. Впрочем, если у одних поразительные результаты сборной вызывают чувство радости и гордости за родную страну, то у других возникает подозрение, все ли на Мундиале так чисто и прозрачно. Все куплено, потому что до этого всем проигрывали. На данный момент они, соответственно, выигрывают. И с такими счетами, что даже не верится, что другие команды им уже просто с таким счетом проигрывают. Деньги все-таки надо вкладывать не в такой футбол, а чтобы он в каждом дворе был, так по такой площадочке. Я не понимаю, почему люди, сколько их там, 11, 22, получают столько, в принципе, по факту ничего не делают. 7 июля нашим ребятам предстоит борьба за выход в полуфинал. Соперник – сборная Хорватии. Хватит ли у российских футболистов силы техники, с уверенностью сказать, никто не берется. Остается надеяться, что команда Станислава Черчесова настроена только на победу. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.